Привет! Сейчас на рынке много различных блютуз наушников для музыки. И большие накладные, и маленькие, которые даже не всегда заметишь. И даже придумали наушники, которые передают звук по костям. И не все они подойдут для занятий спортом, а те, которые предназначены именно для спорта, совсем немного. Но я вам сегодня покажу такие наушники, которые предназначены именно для спортсменов и просто активных людей. Наушники называются Jump Sport X1. Выпустила их компания Jukex или Juice. Точно не могу прочитать. Что примечательно, у наушников очень серьезная защита IP66, то есть пыленепроницаемость и защита от сильных струй воды. После того, как я узнал про защиту, я подумал, а можно ли плавать в этих наушниках? Кстати, в мире вроде особо немного наушников, в которых можно было бы плавать. Но, пожалуй, с этим вопросом мы разберемся немножко попозже. Пришли наушники в заводской, яркой и молодежной упаковке. Внутри видим яркую книжечку на английском, в которой вся информация про наушники. Зарядной кейс с наушниками белого цвета. На выбор есть также и другие цвета, синий и красный. В защитной бумажной вставке в середине спрятали зарядный Type-C кабель и амбушюра разного размера. То, что кейс с наушниками заряжается от Type-C, а не от microUSB, это прям зачет. Пора уже во все наушники внедрять Type-C. И не только в наушники тоже. Гаджет в кейсе выглядит органично и красиво. Сделаны они из пластика, как и сам кейс. По части дизайна сделаны наушники стильно, и их не спутаешь с какой-то другой моделью китайских аналогов. Большим плюсом этих наушников является их конструкция. Не знаю как, но они очень хорошо держатся в ухе и очень легко прикрепляются. Вам не нужно будет елозить наушникам для лучшего контакта в ухе. Тут все просто. Вставил наушник в ухо и провернул до нужного положения. И держаться они будут будто приклеенные. Это также заслуга, кроме эргономики и амбушюр, которые сделаны из силикон-геля. Они сидят приятно в ухе и не создают никакого дискомфорта. У меня есть и были подобные блютуз наушники и эти самые лучшие по части эргономики в ухе. Звук, как и для блютуз наушников хороший, преобладают низкие частоты. Если вы любите бас или много баса, то нужно будет настроить эквалайзер в телефоне. Кстати, микрофон у них работает очень качественно. Меня очень хорошо было слышно при звонках. Я говорил как громко, так и тихо. И слышно меня было прекрасно. Это жирный плюс, как по мне. А то у меня есть большие блютуз наушники, скоро будет на них обзор. И там микрофон слабый. Нужно громко говорить, чтобы меня было слышно. А в этих таких проблем нет. Батарея в наушниках объемом 85 мАч и позволит вам слушать музыку на протяжении 5 часов без подзарядки в кейсе. А в самом боксе, где хранятся и подзаряжаются наушники, батарея 950 мАч и заряжается он посредством Type-C кабеля от 0 до 100% за 2,5 часа. Сами наушники можно подзарядить до 100% за 1,5 часа зарядки в кейсе. Соединяются они с телефоном по блютуз версии 5.0, что значит, что они будут работать стабильно и без перебоев звука и видео. В ютубе, например. Такие перебои случаются в дешевых наушниках. И смотреть видео это какая-то боль. С этими такого не будет. Также приятным нюансом будет их автоматическая синхронизация между собой, одного наушника с другим. И не будет сбоев, при которых один наушник будет играть, а другой нет. И далеко не всегда получается сбросить настройки наушников для повторной синхронизации. У меня такое бывало с другими. Это не критично, но многие не знают, как элементарно сбросить настройки. И с синхронизацией бывают проблемы. С этими наушниками таких неудобств быть не должно. Работают они на проверенном мной расстоянии в 25 метров без проблем. При заявленной защите IP66, что очень круто, я решил в реальности протестировать этот показатель защиты. IP66 это защита от пыли и мощных струй воды. Долго не думая, я решил в них поплавать при следующем посещении бассейна. И вот что я вам скажу. В этих наушниках плавать нельзя. Но не из-за того, что они не соответствуют заявленной защите, вовсе нет. С защитой у них действительно все на высоком уровне. Они при погружении в воду отключаются и перестают играть. Как только голова выныривает с воды, музыка начинает звучать. Но вообще-то нигде ни слова не было про то, что в них можно было бы плавать. Это уже моя больная фантазия. Еще хочу отметить, что в них нет шумоподавления. И при езде на велосипеде на большой скорости я отчетливо слышал ветер. То есть при быстрой езде с крутой горки, например, ветер вам будет перебивать звук музыки. И если вы хотите себе наушники, чтобы в них только ездить на велосипеде, то ищите другой вариант. Эти для езды я посоветовать не могу. Для других видов спорта, например, занятий в спортивном зале, либо легких пробежек или там игры в баскетбол, например, этот гаджет можно смело рассматривать. В качестве гарнитуры для прослушивания музыки и принятия звонков. Говорить в них по телефону, как вы понимаете, очень комфортно. Управлять ими также не составит никакого труда. Все стандартно и понятно. Одно нажатие это остановить или продолжить воспроизведение. Два нажатия это смена трека. На правый наушник следующий трек. На левой это предыдущий трек. Зажать наушник это убавить или добавить звук, так же как с треками. И три клика это вызов голосового диспетчера. Им, кстати, я особо не пользуюсь. И вот что же могу сказать в заключение. Гаджет интересный, стильный, имеет хорошую защиту и комфортно сидит в ухе. Это и не удивительно, ведь наушники сделаны именно для спортсменов и активных людей. Также порадовала Type-C зарядка. Из отрицательных моментов отмечу то, что в них нет шумоподавления, хотя это для кого-то возможно и плюс. И еще то, что при их прослушивании слышно ветер, когда едешь при высокой скорости на велосипеде. Если вам не важна такая крутая защита и стабильная синхронизация, то я бы посоветовал взять другие наушники, которые были у меня раньше на обзоре. Они еще в красном алюминиевом кейсе, ищите на канале или в подсказке сверху. Но если у вас главный упор именно на защиту и удобство использования, то эти можете себе присмотреть. Жду ваше мнение в комментариях, что вы думаете по поводу этих наушников, а также оставлю ссылку на них в описании под роликом. Всегда рад для вас стараться. Спасибо за просмотр и всем пока!